Если честно, то мы приехали в Турцию с одной простой целью. Дело в том, что после прохождения радиотерапии в Челябинске, мне сказали быстро, как можно быстрее, приедет в то место, где химиотерапия делается, а не стоит в 9 раз дороже, чем в Магнитогорске. И поэтому именно Турция. Мы приехали сюда в отель Апериод Хоутел. Это не самый дорогой отель, Сиде, естественно, потому что ехать тут до моего товарища не так уж и далеко. Всего лишь 30 минут на такси. Пришлось и его взять. Что касается этого отеля, я пришел, естественно, в Пегас Туристик. Куда же мне еще было обратиться, чтобы найти себе место, где мы можем отдохнуть в летний период, опять же, за 73 тысячи на троих. По еде, я вам скажу, что здесь не 3 с плюсом, здесь, по-моему, 5 с плюсом, потому что все кормится очень великолепно. Естественно, нам не приходится только квасить, потому что, хотя у нас все all inclusive, но пока, пока мы молимся на Господа и Ему благоволим. И вот теперь уже в понедельник мы поедем в то место, от которого у вас, дорогие мои телезрители города Магнитогорска, а также все зрители интернета будут вот такие глаза. Поверьте мне, это того стоит. А вот тут получилась загвоздка. Нет, дело не в том, что информация о четырех центрах, выросших за последние три года в Анатолийском центре, была бы не кстати для вас. И даже дело не в том, что они, по сути, как любой из наших застроенных во время коммунистических реформ дивных центров, но сделанных сейчас. Просто теперь уже понять мы должны, что турецкая медицина, как и Турция вообще, на 30 лет впереди нас, и расстояние-то увеличивается. Грустно это понимать, но то, что увиделось в процессе лечения, мне, понявшему все прелести и радости, и той дивной-дивной реакции на то, без чего в холодную весну 2013-го жить бы просто не хотелось. Да потому, что кто-то выключил батареи, и стало совсем холодно. Но здесь все по-другому. И вот об этом чуть позже. Да потому, что теперь речь пойдет о тех, без которых жить бы не хотелось. Без сына жить бы не хотелось, и без жены, и без матерей, без братьев, без отца. Без тех, кто мыслит вместе, а может иногда и круче, чем я. Без друзей, без всех тех, для кого бы я работал. Нету смысла быть здесь. Да потому, что без молитв к Господу. Без веры ничего не получится. Помогли все, и помогут многие. Просто нам никто не сказал, что жизнь ведь прекрасна всегда. Для нас почему-то онкология это конец, но в нормальных странах-то это жизнь. Я просто это видел. И не будь у нас областного онкологического диспансера, не будь всех тех, для кого бы и с кем, вы бы, может быть, уже компотик пили бы. Но я молился, и многие. И пока дай-то Бог. А если кто-то скажет, что для лечения в Турции я бы оставил своих дома, то такого не будет. Это то, для кого я жил и буду жить. Это те двое, кто каждый час и каждую минутку заставляли меня держаться. Вот так оно. Так и будет. Ну а тот, кто хочет понять, как лечат в Турции, пусть смотрят эти передачки. Поверьте, они этого стоят. Это мира, мира, мира. Пусть смотрят это пауна. Субтитры подогнал «Симон»